Если ты будешь пересматривать, я часто там с закрытыми глазами, меня уносили эти энергии, меня вообще вылетало, да. И что еще хотела сказать, что вообще такие сеансы, они не проходят просто так. Видишь, ты сразу почувствовал, что да, я пришла с энергиями, да, это пошло все действовать еще дополнительно. Часто после таких сеансов начинают либо новые способности проявляться, либо вот новые свойства вообще. Это как следующий уровень некоторый для тебя. И я уверена, что со мной тоже что-то происходило. Но тут так, как я была сконцентрирована на тебе, то я не улавливала. Но меня иногда прям вообще, прям я как будто вырубалась. Я все слышала, все понимала, да, могла даже ответить. Но меня вообще, вот знаешь, так это конкретно я где-то там обитала, поэтому меня просто размазывало сознанием. Поэтому я говорю, это для обоих полезно, для обоих это. Поэтому я хочу объяснить, что у нас есть по нашей системе, да, 12, скажем так, плотностей. Даже это уже не плотности, а 12 уровней. Те, кто до 6 уровня, с 1 по 6 уровня, это считаются воплощенные, воплощенные существа. 7 уровень это уже ангельские, это невоплощенные существа. Обычно с 7 уровня воплощаются существа уже вот в первых 6 уровнях. После того, как существо проходит множество разных воплощений, после того, как оно развивается, например, вся цивилизация может достигнуть снова 7 уровня. То есть они уже настолько просветленные, что они уже выходят снова на 7 уровень. Не просто, когда существо возвращается как душа в свой ангельский мир, а именно когда существа того уровня, вот когда они уже были на 6 уровне, когда они развились до такой степени, что им уже как бы можно не воплощаться. И вот они определенной такой группой, конечно, каждый из них все еще может сходить в воплощение, но они уже определенной группой стоят как бы над своей собственной плотной цивилизацией материальной. Но 7 это уже не материальный уровень, это уже не воплощение, это уже вот уровень души. И здесь получается так, что все мы бываем время от времени на 7 уровне, кто-то уже достигал более высокого уровня и все-таки спустился в воплощение. Но вот, например, просветленные арктурианцы или плеидианцы, или другие существа такие просветленные тоже цивилизационного еще уровня, но тем не менее, которые уже вне воплощения, и они как бы сохраняя свою группу, как бы сохраняя свою целостность цивилизации, свои свойства той цивилизации, те достижения, которые они достигли, не технические, а духовные, они вот со своего духовного уровня, объединенные существа, которые часто воплощались, например, в арктурианской системе, они считаются арктурианской группой, и они действуют от имени своей системы, от имени арктурианцев, они помогают другим существам. И вот эти вот существа, то есть сейчас имеется в виду ангельский уровень арктурианцев, они поднимаются выше, то есть они развиваются дальше благодаря вот своим таким просветленным деяниям, и они уже достигают восьмого и даже девятого уровня, то есть они развиваются дальше, и все это вне тела. То есть те, кто находится на седьмом уровне и выше, они вне воплощений. И несмотря на это, еще какое-то время они сохраняют как бы признаки своей цивилизации, они не отделяются позже уже где-то на десятом, даже на одиннадцатом уровне, они уже, каждый из них не является уже единичным существом, а уже как более общее сознание. И вот здесь вот когда, например, говорится, что общее арктурианское сознание, то это просто объединение этих существ и их объединенное сознание. Это все равно каждый из них индивидуально, каждый из них может общаться с вами отдельно, но тем не менее они могут и общаться как общее сознание. То есть на седьмом уровне уже возможно и то, и то, смотря в каком ключе это необходимо. И я думаю, что сегодня мы поисследуем там, где ты в духовном мире. Во-первых, мы исследуем, на каком ты уровне сейчас, на каком уровне твоя душа, на каком достигла максимум. Но, возможно, также ты увидишь те моменты, где ты, например, уровнем ниже или еще что-то. Дело в том, что прежде чем воплотиться, душе нужно понизить свои вибрации, она может спуститься на один, на другой уровень, понижая свои вибрации для того, чтобы ей было проще воплотиться в обычное человеческое тело, так как сейчас приходят сюда люди даже с девятого уровня. Но это, может быть, информация спорная, но у меня вот именно такая информация. То есть даже девятого уровня. Поэтому посмотрим, на каком уровне ты, что ты там делаешь, твоя деятельность и твои задания, возможно, в связи с этой деятельностью и относительно вот этого воплощения. И тогда давай поисследуем твой путь. И сейчас попроси в твоем поле проявиться наставников или тех, кто тебя будет сопровождать, тех, кто находится рядом сейчас с тобой. В том уровне, где я теперь нахожусь, я возле себя ощущаю такой довольно многовато, как круг такой. Думаю, что это, скорее всего, учительская система. Но интересненько то, что как бы в свете поднимаюсь, вокруг меня вот такой, как свет, знаешь, когда островы вокруг и вот такая, как река. И вот они как бы чуть-то от так, ну, вот не то, что прямо рядом, да, вот как бы через такое определенное расстояние на все стороны. Я как бы примерно вот так по периметру их тут рядом чувствую, вижу, вижу, что их многовато. Ну, многовато там, ну, не знаю, порядка, может быть, там 15-20, ну, многовато, да. Но они почему-то как-то вот ближе не подходят. Они как-то вот имеют влияние. Вот есть вот это ощущение, что как бы я и мое поле света, и они вот здесь, там, где вот мое поле света, и вот чуть-чуть так дальше, как бы, да. Они в данный момент как бы составляют этот круг вокруг меня, да. Как бы. Но это влияние, оно такое побочное такое, ну, не прям такое, что вот будет курировать, да, вот, ну, вот будет как-то так рядом, да. Они говорят сейчас. Мы будем твоими кураторами здесь, в земной жизни, в этой жизни на Земле, и в общем твоих жизнях на планете Земля. Мы учительская система планеты Земля. Мы кураторы многих подобных душ тебе, которые пришли со своей такой довольно большой миссией. Мы являемся как бы вот, ну, наставниками вот этого твоего пути и будем сопровождать тебя, помогать, поддерживать. Извините, пожалуйста. Окей. Так. Просто они показывают, что как бы, ну, я пришла сама со всеми этими энергиями, что у меня это все есть, как большого счета, как бы не требуется вообще ничего. Ну, как бы настолько много есть этого всего, ну, знания, всего, то, что мне надо, да, поле такое огромное, что я, в принципе, могу и как бы сама идти по планете, да, и они как бы так отдаленно, ну, просто выглядит смешно, потому что, ну, как бы здесь на Земле неплохо было бы адекватно сотрудничество с системой учителей и такое, да, они же здесь все координируют, курируют. Ну, как бы они такие, ну, да, все у тебя есть, но мы так все равно будем здесь, будем тебе помогать, курируют. Я говорю, конечно, конечно, пожалуйста, надо этого делать, да. Ну, так интересненько, просто так если геометрически посмотреть, да, ну, так интересненько. И очень, как бы, близко чувствую очень Мори и Майтрею. Ну, это мой такой, один из самых ближайших учителей, потому что у меня с ним очень особая связь. Это тоже тот учитель, который напрямую работал с Эрерихом, и то, что для меня очень важно, потому и у меня контакт через их, и через него, как бы вот с ними такое у нас, такое какое-то объединенное такое есть, энергетическое такое близость, такая большая. И так он, как бы, ближе всех. Он, как бы, главный, и другие, как бы, рядом, но он, как бы, впереди такой. Ну, я его люблю, он у меня такой очень особый. Хорошо. И тогда спроси у учительской системы или у Майтрея. Показать тебе, показать тебе твой максимальный уровень, который когда-либо достигала твоя дочь. Не когда она спускалась от первоисточника, а который она, развившись уже, с того, достигла. У меня прям как-то очень получается, ну, как-то наоборот, что, ну, они как бы, говорит, конечно, мы тебе покажем, да, но он говорит, что ты уже настолько сама, ну, разве-то и всё у тебя настолько есть, что ты сама можешь идти, смотреть, видеть всё, что тебе надо, всё, что интересует. Мне как-то становится неудобно, ну, как-то прям так, рядом с таким большим учителем, он говорит, ты сама всё, да. Так, хорошо. Ну, и тогда стремись, иди туда, где твой максимальный уровень, вмещайся дальше. Ну, похоже, что учительская система, что она создаст такое поле поддержки для моего путешествия, так как я всё-таки в теле на земле, но они как-то не будут меня сопровождать, там подключаются уже какие-то другие силы, уже следующих уровней, они просто будут эти, создавать такое поле, чтобы было, ну, как бы определённо, это как соземнение, чтобы я не улетел совсем с земли, чтобы знала, куда вернуться, такое поле соединения, поддержки будет, да. И там уже подключилось такое большое световое существо, такое вверх прям идёт. Ну вот мы поднимаемся, всё время пока что никуда ещё не пришли, но такое с левой стороны у меня такое, но вот одновременно и как отдельное световое, как бы, ну, вот, существо, и одновременно как такой большой поток энергии. Ну, размеры у него очень большие такие, если так, ну, по земным параметрам смотреть. И у него такая очень специфическая, какая-то такая именно своя сфера, в которой как бы он меня, ну, как бы сопровождает. Хочется говорить «он» почему-то, не знаю. И я так понимаю, да, что, ну, как бы определённый уровень такой тоже, как духовный наставник, как куратор. Ну, пока что идёт ощущение, что девятого уровня, потому что учительская система, насколько знаю, у нас на земле восьмого, восьмой плотности, да. Восемь, девять, десять. Да. Существа входят до десятого уровня. Говорит, проведём тебя в такие духовные состояния, где ты не чувствуешь тело, где нет тела, как бы. Просто здесь немножечко, как бы, играет роль дуальность, потому что, ну, если подниматься выше и выше, восьмой, там, девятый, десятый уровень, да, тогда как бы, ну, тел нет таких конкретных, да. Но чтобы описать эту энергию, ну, что-то видеть требуется. Ну, как бы, ну, есть такая нужда, да, что, как бы, видеть что-то похожее на тело, чтобы эти формы хоть понять, как это всё там взаимодействует. И ты, как бы, с одной стороны, ум старается увидеть какие-то формы там, да, а там, как бы, всё в чём выше, тем более, так всё, так прям, такая потоки энергии, ну, попробуем, да, как-то. Для удобства обычно, да, мозг всё равно определённые ассоциации представляет. То есть видишь эти энергии, и иногда они принимают формы, которые удобны для объяснения. Мозг, как бы, интерпретирует так более понятно к нашему человеческому восприятию. Ну, он говорит, мы, как бы, твои друзья и духовная семья, и мы с тобой взаимодействуем уже очень-очень давно, с очень древних времён. И вся эта наша духовная связь, и вот наше это общее поле, это основано только на, ну, чистых потоках любви и любовь. И это, как бы, вообще единственная, ну, вот такая, ну, как они пытаются объяснить, да, которая вообще, ну, всем этим, вот, всеми этими высокими духовными планами, из-за чего вообще всё, что там происходит, это, как бы, всё эти высокие потоки энергии любви. И вообще он очень много говорит про любовь. Ну, там всё, не буду там пересказывать, но всё время идёт вот это, от него вот эти энергетические такие волны, там вот эта информация, что вот вообще всё было создано изначально, миротворение из любви, и вообще всё только состоит из любви. И все новые, всё, что рождается, все деяния, всё, всё это только основано только на любви. И, как бы, другого вообще, как бы, даже нету. И мы проводим и проявляем эти потоки любви в тех мирах, которые пробуждаются, которые начинают свой такой стремительный путь вверх и выход из более низких, плотных таких состояний энергии, материи. И мы кураторы этих миров, которые ищут духовный путь. Ищут выхода из вот этих плотных, низкоматериальных состояний, более высокие, более духовные. И мы посылаем в эти миры своих вестников, носителей света, своих светлых душ, души учителей, чтобы они раскрыли в людях их духовную суть, этот внутренний глубокий свет, потенциал. И так же мы тебя послали на планету Земля, чтобы ты помогала людям раскрывать их истинные духовные суть, их состояние божественной любви, принадлежности к всему сущему, почувствовать самим свой путь души, путь духа, помочь. И помочь найти выход в более высокие миры, более высокие духовные состояния, плотности, как это правильно сказать. Он уже третий раз повторяет, и ты курируешь этот процесс, курируешь этот процесс вознесения в свет или как-то вот так. Уточни у него, а что тебе нужно делать в человеческом теле, чтобы это происходило более осознанно? Нужно ли это? Ну, не знаю, он смеется. Я сейчас попробую. Не знаю, почему он смеется. Он будет понимать, что это несопоставимые вещи, это происходит параллельно. Хорошо, хорошо. Так. Ну, реально, я вижу, как он смеется. Ну, так прям со всей душой, прям так, со всего сердца. Очень прям так вкусно так смеется. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, знаешь, наверное, то, что он как бы передает, вот этот энергетический, да, это будет, наверное, довольно трудно в словах так провести. Ну, если так очень, так прям выразить, да. Ну, как бы с одной стороны идет такая информация, ну, как бы такой энергетопоток, что, ну, вообще, как бы ничего и не надо делать, что ты уже есть, ты уже все делаешь, как бы тем, что ты там есть, да, со своим присутствием. Ну, примерно в фоне идет, знаешь, вот здесь много степенно, что, как бы, и чуть информация какая-то, и как бы это, ну, вот это все показывает эту энергетику, как она тут совмещается, работает между собой, вот эти все уровни Земля, да. Ну, вот примерно идет такая вот энергораспаковка, что вот человек такой маленький идет по Земле, как, ну, вот тело, да, воплощенное, да, физическое, и кажется, что вот там прям надо что-то идти делать, там, туда сходить, там, попеть, потанцевать, да, там, что-то там рассказать, там, медитации провести, там, одному, десять, сто пятьдесят людям, да. Ну, с другой стороны, как бы, если ты с такими, ну, как бы, очень просветленными энергиями, вот те люди, которые, да, это все твое сущность и все твое поле, как бы настолько уже работает, да, что, ну, это такое земное понятие, что тебе вот надо там сходить, рассказать, сделать, ну, как бы, и, конечно, есть это присутствие, да, ты же пришел что-то поделать, не спать всю жизнь, не сидеть. Ну, с другой стороны, вот это, если чем выше смотреть, тем более духовного уровня, да, тем больше видно, насколько вот эти поля, просветленные вот таких, ну, существ, ну, с высоких уровней, да, насколько они сами по себе уже, как бы, просто взаимодействуют людям, которым это надо, и вообще, ну, пространством, которое там рождается такое, что это все световое поле, оно уже само по себе, это уже, как бы, большая вещь, что души высокого порядка воплощаются, и, да, ну, как-то так. Сейчас у меня дополнительный вопрос. Вот сейчас ты разговариваешь как раз с Мартреей или с кем? Нет, с этим энергетическим существом, там, какой-то девятый примерно уровень, но там учителя уже нет. Хорошо. Да тот, который был с левой стороны, когда я поднималась, он как бы вот в мужских таких энергиях, и как бы, как существо, ну, типа, да, ну, так, примерно, по чуть-чуть так периодически вмеркает, чтобы я так подумала, что я с кем-то, как бы, общаюсь конкретно, ну, как бы поток энергии такой. Ну, не знаю, он говорит еще, что проведем тебя еще дальше, как бы выше, он говорит там выше, более высоких планок будет соприкосновение с твоей истинной, как бы, сутью, с твоей боли намного ближе. И теперь уже, теперь уже их больше. Теперь они уже говорят, мы проведем тебя группой, или проводим, как это правильно, проводим тебя группой. Они тоже, как бы, собираются так в кругу, какие-то настройки там делают, чтобы, возможно, было подняться выше. Не знаю, мне кажется, они говорят, в духовных мирах плотность разряжается. И здесь все совсем по-другому. Ну, мы как-то постараемся тебе показать. Ну, у них, ну, так, если просто так сравнивать энергии, ну, так, в Мире Духовном, вот так бы, очень-очень такие мощные энергии у них. У них такая группа, они там 7, 8, 9, может быть. Ну, ощущение такое, что, вот не то, что там вот эти все, вот эти такие прям потоки любви, но они встают вокруг, да, и ощущение такое, что вот скалы вокруг тебя, вот прям, вот, по сравнению вот с энергией, как бы энергетические, как скалы, такие настолько сильные, настолько огромные такие, и чувствуется, что они прям вот конкретные, и там дела на своих уровнях делают. Ну, такие, ну, такие, они прям такие, ну, мастеры, ну, такие настолько уже, ну, прям мастеры-мастеры своего дела, даже нет такого слова на зимние, да, которое, как бы, могло бы описать их. Это настолько для сам, до самой последней молекулы, они вот все контролируют, знают, понимают своего дела, как что делать. Они, кстати, очень близки к энергиями, я бы сказала, очень даже близки к энергии, тех существ, с которыми мне вот буквально недавно, пару недель назад был контакт, тоже девятого уровня, которые приходили, те были инженеры конструкции света, как бы, похоже, что это та же группа, очень, в их энергии. Не знаю, сколько их там вместе, ну, вот, если там вообще можно посчитать единицы, ну, вот это их энергии, такие девятые уровни. Они говорят, мы переносим материи по разным уровням. Они знают, как вот именно со стороны вот этой инженерных этих решений, как передвигать вот эти световые разные потоки между разными уровнями, как их там приносить, землять или как-то перемещать другие уровни. Сейчас просто идет подготовка, чтобы переместиться выше все эти наши общие поля, создается такое. Энергетические ощущения очень такие. Как бы стою, но вижу, что я как бы данный момент не могу там ничего, много влиять, просто они там будут перемещать по уровням разным. Они как бы делают все, чтобы подготовить перемещение там на 10-11, да, похоже, пока что. А там раскрывается сверху, ну, если так геометрически смотреть, да, с 10-11 раскрываются эти поля, как бы тоже, и там создается определенное тоже условие, пространство, чтобы как бы принять эту энергию, которую будут поднимать, и чтобы тоже как-то ее там, ну, присвоить, и как-то так, чтобы она там могла освоиться и как-то взаимодействовать. Так, и процесс пошел. Знаешь, выглядит похоже на фаерверк. Они как бы сами не поднимаются, да, и я одним целом тоже не поднимаюсь, но там создалось вот это, ну, вот и общий этот переходный такой, да, и мой свет, который стоит посередине их круга, да, он разлетается вверх, 10-11 уровень, ну, может быть, дальше пока что так примерно идет, что 10-11, да, как световые искры просто. Я так понимаю, что это душа или дух и все мое световое существо, она разлетается на много, ну, прям, не знаю, там сотни, тысячи световых таких просто искр поднимается просто как вот фаерверк. Как и тебе же сам беру себе обратно. Ну, я, конечно, то, что я могу, попытаюсь, да, разъяснить словами, да, но я думаю, каждый тут поймет, что описать энергию таких уровней, это прям так, знаешь, как описать звездное небо, да. Значит, примерно ощущения такие, когда вот это уже 10-й, ну, там, не близко 10-й, 11-й уровень, как-то там сильно сразу меняется все свои ощущения, потому что если вот там еще в 9-м как-то более так, ну, там конкретнее ощущаешь себя, как еще кого-то конкретного такого, да, тогда вот это вот уже в следующем уровне эти искры, они разлетелись, ну, прямо вот по всей Вселенной, куда, кто куда, да, и там тоже как бы присутствует эта, ну, вот эта такая энергия наставников, да, этого уровня, там ощущается такое определенное сознание, которое как бы есть и присматривает все это, координирует, и я себя ощущаю как бы одновременно в многих этих разных как бы местах. Более сильнее ощущается вот эта многомерность души и более, намного более высокий такой уровень спокойствия, как бы вот чувствуется, что, ну, вот в этом уровне поднимаясь, уже там как бы отходит, нет уже такого всяких там вот этих эмоциональных или похожих всяких состояний, что более такое уже нейтральность, или как это, да, что оно уже более такое, знаешь, как такое божественное, ну, когда Бог все видит, что все хорошо, и нет такого плохого, да, что все вот такое есть, какое оно есть, такое, можешь сказать, ну, в данный момент ощущается как более нейтральным таким, и ты одновременно чувствуешь, как бы, ну, как бы ты здесь, и как бы ты в многих других местах и на Земле одновременно. Тело души, не знаю, не говорят, тело души, ощущается тело души, и тело души всегда продвигается только вверх, 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 так как оно стремится соединиться с источником, и тело души все время стремится поднимать свои вибрации, где-либо оно не было, чтобы воссоединиться, чтобы воссоединиться с источником света, Всевосущего, то, из чего оно произошло, того, от кого она родилась, как бы, и мы курируем это пространство душ, их расселение, размещение по планетам, по разным многомерностям, этим многомерным плотностям, и мы курируем сопоставимость разных состояний, разных вот этих мест, где бывает душа, как бы разных размещений души, и мы курируем этот процесс души в одновременное нахождение в теле плотном, и одновременное нахождение в других мирах, в других плотностях, и мы призвали тебя сюда, чтобы служить божественному плану и многим душам, чтобы они смогли совместить свои световые частички, части в одно свое такое световое духовное существо, и мы послали тебя с этой задачей на планету Земля, ну да, чтобы ты помогал собрать многим душам обратно их световые частички, части в одно световое целое, это очень важное задание, это очень нужное задание, важно это, как очень многие души нуждаются в этом, собрать обратно весь свой свет, свои световые части, и перейти на новый уровень существования, и ты сможешь достигнуть уровень мастера в этом деле, с нашей координацией, с нашей помощью, проведем через тебя эти потоки, и это взаимодействие, она будет очень, вот вижу, что она говорит это слово, но я не знаю на русском это слово, она такое, сейчас попытаюсь разъяснить, ну как бы она, во-первых, она говорит масштабное такое очень, и еще здесь я вижу, как выглядят слова энергетические, и это дело будет, ну такое, ну такое очень важное, но не просто важное, но есть такая большая суть в этом, смысл, такой смысловая, такая суть этого дела, есть что там чувствуете, прям такое, что это настолько нужно, ну такое нужное дело, ну не важно в том смысле, что прям такие высокие, важные дела, но важное в том, что очень нужное, реально, земля нуждается в этом, прямо так, что вот как пустыня, когда высохла, она нуждается, вот например, в воде, и вот земля нуждается, вот да, идет прям такой поток, что вот, вот когда все сухо, есть нужда огромной воды, насетить, или там колодцы, или там пустыню, например, да, наполнить вот, вот этой нужной, вот именно этой конкретной энергией, вот этим нужным делом, ну то так же, как важно, например, там, не знаю, ребенка покормить, да, но нельзя его не покормить, да, это важно, чтобы он рос, и было там, все получал, что надо, витамин, все, важно вот его покормить, а не там просто 3 дня гулять, и вообще, не знаю, не имеют дела, да, ну вот важно там сделать тепленькое, и погреть, и покормить его, и вот настолько же вот важно вот это, это все дело, из-за этого уровня, который курируется, да, ну примерно так, и знаю, что есть какое-то хорошее слово на русском языке, но я его как бы вот не могу данный момент, не нахожу в своей голове, ну примерно, я надеюсь, мне удалось как-то объяснить. Я тоже не могу добрать слова, но я понимаю. Просто они показывают, что вот это то, что они, и проводят эту энергию, вот как на земле, как она, как она от меня исходит, и как она взаимно действует на других людей, и вот насколько вот она насыщена, насколько она, ну вот такая, ну вот прям такая, ну богатая сама по себе, да, такая качественная, нужная, такая энергия, такая, не то, что там что-то полетать, там потанцевать, или там прям что-то очень низкое, но вот именно то, что надо, то, что нужно, именно вот этот момент, оно каждый раз вот проводится, именно так, как надо, чтобы насытить, покормить, и распространить, и поделиться, и все такое. И там тоже они кураторы, они говорят, что они тоже кураторы, будет вот в этом моем пути, пока буду вот эти дела все делать, потому что на каждом уровне у меня там похожи кураторы, вот эти тоже, 10, 11, знаешь, ощущение идет такое, что как бы 10, 11, да, 12 пока что там, не знаю, непонятно, но все равно кажется такое ощущение, да, что душа как ракета, ну вот что-то энергия духа, что она стремится еще пройти все эти, и 10, и 11, и 12, и вообще куда-то улететь вне этих уровней, совсем куда-то еще дальше, еще в другое место, но это хорошо, не будем это там еще вообще не объяснить. Они говорят, мы соединяем потоки, потоки высокой любви, божественные потоки любви, исходящие из источника, все создающие, все творющие, такой аналитический поток, который потом проводится как бы через все уровни на землю, и на земле вот через вот этих миссионеров, он таким особым способом распространяется, как бы, ну вводится вот планы земные, и мы всегда с тобой, мы всегда проводим через тебя эти потоки, даже в те моменты, когда тебе казалось или кажется, что жизнь прям, ну самая простая, самая материальная, да, что вообще никакого там духовного присутствия не было, да, даже на самом деле в те моменты, когда вообще еще не было создано, очень устремленно на путь духовный, да, они все равно очень сильно все время проявлялись, как бы через меня проводились, и они теперь показывают тоже какие-то такие фрагменты, как бы вот детства, как бы вот детства, да, где я там, 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 как бы там вообще ничего такого, знаешь, ребенок же не делает, да, вот теперь, когда они показывают, как идет энергетические потоки, да, что видно, что он прям идет все время и очень сильно, и очень сильно, ну если так прям какие-то там посмотреть, такие мелкие происшествия какие-то из детства, да, тогда они показывают, что как бы бывало, что когда это были какие-то вот слишком сильные проявления, эти энергии, когда оно пошло, ну как бы может быть, ну не можно сказать, что они в те русла, но, например, там, ну хорошо, не буду конкретную ситуацию рассматривать, там много они показывают разных людей, с которыми я как бы взаимодействовала, да, но в принципе они просто показывают, насколько вот эта энергия, насколько просто работает сама по себе, она проводится, так как проводник уже в принципе, ну был готовый, неважно, ты маленький, большой, как бы в данный момент ты это осознанно, неосознанно делаешь, она все равно через тебя проводится, я вижу просто насколько на самом деле эти потоки сильно всегда влияли на мне, на мою окружность, на всех тех людей, которые были рядом, и насколько это им много давало, даже неосознанно с моей стороны, да, но они говорят, твоя душа это знала, это уже было, конечно, все запланировано, и это все как бы так и должно было быть, они говорят, что с каждым моментом я смогу проявлять это все более и более осознанно, ну так как я делаю еще более и более так, осознанно распространять вот эти поля, такие, из которых сильно выходят эти потоки, знаю, что-то интересное происходит, потому что я как бы устремила свой взор вниз, если так сверху сооткнать, как бы на Землю, на мои фрагменты жизни на Земле, и меня так резко вырвало, подняло еще куда-то вверх, прям в такой белой трубе, прям вырвало куда-то очень далеко вверх, улетели не знаю куда, и вообще даже не взглянули на Землю, может на другую Землю повели какую-то, ну планету, да, похоже повели на другую планету, похоже на то, что куда-то там двигаемся, совсем другой такой какой-то, ну не так, как на Земле, скорее всего, потому что на Земле, возможно, таких не было взаимодействий, я так предполагаю, что-то в фоне идет такое ощущение, ну по крайней мере у меня не было, может и другие такие перемещались, между собой встречались, ну просто у меня, может быть, пока что никого такого не встретила. Значит, вижу такую картину, что иду, такое как, примерно все такое довольно прозрачное, такое световое, ну вот как-то вот и формы такие женские, такие светлые, такие как длинные, такое как платье, такое как еще, которое это набрашивается на спине, как это называется, ну такой длинный, да, и светлые такие, белые, ну такие светлые очень волосы, такие длинные иду, и в обоих, ну ладони обоих рук, они, ну как бы ведет, маленьких деток таких, ну похоже или на детский сад, или на школу, что-то такое, как бы иду со спины показывает, что вот иду, и они там рядышком все такие, цепочки такие, что один за другим идут, или учительница, или что-то такое, да, да, они хотят показать, как я взаимодействовала с детками, сначала как бы показывает, что как-то что-то похоже, ну не на школу, ну типа того, детки все в кругу сидят, и я как бы там сижу, и вот как-то с ними общаюсь, но мир такой довольно духовный, да, там есть как бы присутствует такое, что чуть плотненькое, ну так очень мало, все такие, ну прям светленькие, светленькие такие, эти все детки, они, ну здесь мне кажется, с одной стороны может быть какой-то фрагмент, да, ну вот этой жизни на другой планете, но с другой стороны более как-то все-таки, когда вот идет эти, ну ассоциативная такая, показывает же, да, что вот я вижу, что эта информация, которую я им рассказываю, это идет, я как учитель иду, да, и вот они, как души такие, чистые, такой очень, вот как у детей, такой очень чистой, божественной энергии такой, да, ну скорее всего, новые такие дети, новые энергии детей, и я им объясняю, ну как типа показывает, как объясняю, ну как бы идет тоже аналитическое такое воздействие, одновременно показывает, что мы там как бы сидим в кругу, что я им объясняю, и вокруг нас всех еще стоит такие существа, много разных духовных уровней, и они как бы немножечко такие встревоженные, наблюдают, что получится или не получится, как бы вот этот проект, который создается, что как бы вот через этих деток, потом показывает сразу, как вот эти детки все вокруг какой-то определенной планеты стоит, да, и вот я как-то даже так стою им до сих пор, как вот наставник, как учитель, да, и проект такой, что я тоже как бы пытаюсь им донести, вот как-то ввести в их понятие, что надо, как надо свою эту всю светлую духовную энергию вот на эту планету, придя туда, как надо ее раскрывать, и как надо взаимодействовать, чтобы... Ну, планета такая довольно не очень такая, на которой как бы надо перемещаться с этого духовного уровня, такая, ну, немножечко как неживая показывается, такая, как вот Вселенная вокруг такой, и все, да, и эта планета, она немножечко такая, ну, так сверху показывает, что они там как бы должны прийти, и она такая, ну, не очень такая, да. Ну, да, она говорит, что мы должны туда прийти и принести эти новые энергии, эти потоки, и видно такое, как тоже одновременно, как... Ну, не как сопротивление, да, да, ну, вот, что вот, ну, совсем нелегкая задача такая, да, что видно, что там не особо готовы это принять, ну, типа, что надо, что обязательно надо, что время наступило, вот именно на эту планету, вот, принести вот эти световые энергии, вот, которые излучают именно вот эти светлые души, вот эти дети, как бы, ну, может, они просто показывают, как детей, чтобы показать новый вид энергии, этот чистый, такой божественный, да. Ну, очень трудно этим светлым душам это сделать просто, ну, нереально трудно. Но в то же время, как бы, я вижу себя со стороны вот этой энергии, которая от меня исходит, ну, очень, знаешь, такое большое спокойствие и очень большая уверенность, такая вообще непоколебимая, ну, что вот, ну, это все сделаемое, что это все возможно, реально, что вот без проблем прям, да. я очень вдохновляю, как бы, их, и, ну, знаешь, там много разных энергий идет одновременно, там так прям, нет такого, одна, я там стою, они там стоят, да, там идет одновременно, что они, как бы, вот на этой планете, вот показывают, как бы, сверху, что они там пытаются, как бы, да, вот эту свою светлую суть внести, я, как бы, стою, но я, как бы, очень таких учительских энергий, ну, такая очень огромная по размеру, по этой планете, как покровительница, в принципе, процесса этой планеты и очень большие ну прям такие потоки любви такая очень любовь исходит что это любовь все восстановит поднимет и выровняет исцелит и прямо вот выходят эти потоки из меня такие не то что такие знаешь как коучинги такие вы сможете мы сделаем нет нет это совсем по-другому такая такой поток знаешь вот что-то похожее на такой ну богородица такое что вот но вот эта любовь все раскроет она поднимет вы увидите вы почувствуете что вот она всегда все очищает и ну совсем другой уровень поднимает что с такой большой поддержкой потоков любви он там прям сверху такой божественный идет очень огромный такой и прям такой она говорит знаешь она говорит эта планета это наш дом ну типа земля что-то теперь не могу поверить так подожди не знаю но мой ум сильно сомневается да потому что как бы ну ну просто трудно поверить тому что вижу да но вот если так продолжать смотреть этот фильм да тогда ну по ходу получается что ну я тогда как-то в таком что ли в проекте или как-то так потому что теперь когда это говорю идет очень такие густые сильные такие энергии потоки чувство идет что как бы подтверждает что я вижу вот этих вот эту планету такую довольно темненькую и идет вот этот круг этих светлых душ такой ну огромный конечно да там их много очень не можешь сказать что там прям миллионы но много да и мы вот как бы вот из одного ну на языке земном да мы как будто в одном проекте да и мы как бы договорились даже не то что договорились я как бы ну пришла я как бы такой знаешь такое когда у тебя миссия и когда ты вот всех вот их он говоришь мы можем это надо сделать мы пойдем мы это сделаем знаешь чувствуется вот совсем то что мне много часто вот силы мне тоже говорят что вот совсем что то другое ну и теперь конечно не опишу прям что потому что энергия это конечно настолько большой единицы да но вот совсем что то другое совсем совсем другое вот такая новая какая-то энергия и И вот эти все души, они прямо стоят вот такие, как столбики света такие, прям такие, ну совсем такие, вот у них энергии, ну совсем вот даже не этой галактики, но совсем другая такая какая-то, да. И я их как бы, ну я говорю, что мы можем это сделаем, мы внесем вот сюда в землю вот этот новый энергоконструкции, вот этот новый энерго такой, как бы вот такие основы такие, этого нового энергосостояния, это, я так чувствую, что походу это то, что я очень хорошо знаю, что я уже что-то такое делала, было такое, или в другой вселенной, или, ну не знаю, в другой галактике, или в другой, ну не важно. В принципе, что я настолько как бы это все чувствую и понимаю, что это знаю, что у меня вообще, ну даже из ницени дергается, да, что что-то там не знать, не суметь, не сделать. Эти все светлые, прекрасные души, они тоже очень высокого духовного порядка, такие, ну прям чистые потоки такие вот любви, да, ну прям почти прозрачные такие, но в том же время они как бы, ну не можно сказать, что они прям с радостью там, хочет скакать на эту планету, да, и там прям все это делать, есть, что чувствуется сильно, что это вот нелегко будет, да, совсем нелегко для такой высокой энергии вот это, провести эти новые, вот все эти потоки, вот эту планету. Еще очень сильно мешает то, что нет этого, что можно предположить, как реально пройдет, потому что настолько очень быстро меняющиеся вот эти местные все энергосостояния, на них влияет настолько много разных уровней сил, что трудно предположить вообще, как все пройдет. Ну то, что свет всегда выше и сильнее, это понятно, да, но все равно имеет тоже место быть, ну как бы всякие другие виды энергии, да, и нельзя же прийти их прям там всех метлой и все, пришла новая энергия, нет, но там надо как-то так постепенно, гармонично взаимодействовать и постепенно это тоже нести. Ну порой бывает, что настолько сильное сопротивление в каких-то определенных там областях, местах, что кажется, да, что... Ну само по себе прибытие этих всех светлых душ на этой планете, это уже является большой шаг вперед в этом деле. И мои кураторы все говорят мне, ну мы просто знаем, что ты сможешь это сделать, потому и мы именно тебе это доверили. Что тебе это по силам, это все сделать, провести это все. А ты поймешь позже то, что в данный момент твой человеческий ум как бы не способен воспринять, вообще поверить, как бы, да. Да, но ты позже, когда, ну уже более позже увидишь, как это все будет складываться, ты поймешь, как это все было запланировано и куда это ведет. Ты познаешь, узнаешь более этот мир вот так по-другому и раскроешь свои тоже какие-то еще такие особые способности. Ну такие боли имеются они там на земле какие-то, на такие боли вообще, ну такие космического уровня, духовные способности, вот такие проекты руководить, этим заниматься. И мы будем курировать, руководить, будем очень сильно все время рядом, со всеми уровнями как бы поддержки. Ну ты знаешь, это как очень такой новый, но очень особый опыт такой, что вот, например, если я вот делала что-то похожее на других каких-то вот, не знаю, там вселенных или галактиках или планетах, тогда это вот на земле, например, то же самое, что вот человек, который с рюкзаком, да, он там поставил себе задачу, там, ну знаю, там пройти пустыню, там, например, там Гоби со всем препятствием, да, но он типа знает, что он может, но не будет легко, там, периодически может найдет воду, может каких-то людей где-то там переночевать, что-то такое, ну вот он не знает еще, как он пройдет, как будет, он знает, что он может, но легко не будет, да. Год прошел и вот большой опыт получил, да, и потом вот решил, что там пройдет в следующий раз, там, например, какие-то там, не знаю, индийские, там, какие-то Гималайи, что-то такое, там тоже опять другие задачи, там вершины, снеги, холод, да, тоже где вода, где еда, все такое, но вот совсем другого уровня задача. Он опять знает, что, в принципе, весь его опыт, всякое такое, ну, дает эту возможность ему пройти это, да, он как бы даже хочет, но знает, что совсем не будет легко, и как бы вот так по уровням поднимаясь, по разным сложностям, и здесь что-то похожее такое, что как бы вот душа, которая обладает таким, можно сказать, прям бесконечным арсеналом всяких духовных опытов, да, и всяких инструментов, и чего только не было, да, ну прям все возможное, да, вот теперь вот эту планету поставили, да, и кажется, ну, все есть, все силы поддерживает, и вот команда светлых душ, знаешь, как и все, но вот все-таки идешь, да, и вот эти препятствия, они новые, они незнакомые, вот такое совсем что-то опять другое, да, и опять с одной стороны вот как бы пробиться, именно вот по-человечески, по-людски вот пройти вот это все там, да, вот в своем теле, на этой земле, в этой жизни, да, и все время, ну, осознавая весь этот духовный свой багаж, да, знания, они все время как-то довольно так сильно присутствуют вот это, и чуть-чуть распаковывая нужные там вот эти пакеты, да, которые нужны именно для этого дела, и вот пробиваясь, и одновременно и делая эту миссионерскую работу, и с другой стороны, как бы нарабатывая опять очень новый, уникальный такой космический опыт. Ну, знаешь, вот не зря все-таки, да, вот так люблю Рериха, и так мы близки, да, и еще, наверное, в другой раз поисследуем наши какие-то совместные дела на других планетах, на других галактиках, да, но вот тоже мне показывать сразу вот его пример, что мне показывает вот его жизнь, да, и как все-таки настолько высокий дух, да, как он вот пришел, да, и все-таки, ну, вот земная жизнь, и жена ему, как бы, вот она, и дети, да, и одновременно, как бы, живет нормальной земной жизнью, чтобы люди его принимали, да, вот эти, ну, насколько громаднейшая энергия он внес в эту землю, хоть бы через вот это путешествие, которое им прошло сколько там, пять лет, да, он же такие трудности там переборол, да, со всеми этими животными, и все только что не было, просто на этих, как это называется, то, что лошади там тянет, да, этих, ну, не знаю, как это слово, да, и вот прошел же эти тысячи, ну, сколько километров, да, там всякие горы, пустыни и страны, и там же он не знал, что будет, ну, типа не знал, да, что будет и как будет, да, и столько же картинно рисовал, и такую энергию в них свою влил, да, и оставил, и столько это много дает земле, и как бы так посредственно, да, но не напрямую, да, вот пришел и сказал, все, я тут большой, есть еще много других больших учителей, и будем сейчас вас тут всех просветлять, обучать, да, все там неандертальцы, не было же такого, да, он живет как, ну, как задачу такую, через вот такое взаимодействие с людьми, через такие всякие вот свои, ну, вот инструменты, вот через рисование, да, и через вот искусство, и через путешествие, то, что описывал разные страны, как там живет, и что там происходит, и что-то другое принес там, рассказал, и что-то такое духовное прикосновение, и опять что-то там у людей раскрылось, и опять, да, как бы вот прошел такой сложный, великий путь, повсюду ставил эти следы своей большой энергии, и это повлияло как бы на всю планету, в принципе, да, и на многие же души, и людей, и тоже оставил после его много, ну, вот как-то так, схоже с этим, такие параллели показывает, да, что она примерно идет, вот эта большая энергия, но с другой стороны, надо же, это вот человеческое взаимодействие взаимодействие с этим бытовым вещами, и, ну, как на этой планете должно быть, да, как-то, ну, все-таки соизмеримость, чтобы соблюдать тоже какие-то эти условия и одновременно понять, как в них вписаться, да. Они еще показывают такой пример мне, что, например, детский сад, да, и такие маленькие деточки, они там, ну, как бы учатся танцевать, такая музыка, они там все там танцуют, танцуют, да, такие, и вот там вот пришла такая учительница, да, и как бы она там прям уже там какая-то прима-балерина, да, там умеет все-все-все, да, ну, вот ей же надо как-то сесть на землю и пообщаться с деточками, рассказать, что вот, ну, так, можно, мы будем покрутиться так, и ручки поднять, и спустить, да, и как бы с одной стороны, как бы объяснить, и свои, как бы эти, ну, всем знанием и любовью к танцам вдохновить их тоже, это пробовать все это делать, да, и понятно, что, конечно, с первого, второго, пятого раза еще не получится, да, там, никакие там особые периоды, всякое такое, но все равно. Ну, она же может танцевать и показать пример, да, там, как можно там прыгнуть и как покрутиться и повертеться, это очень вдохновит, да, как бы стараться и тоже идти, следовать, ну, пытаться свой потенциал раскрыть, потому что не знаешь же, в ком он какой, кто должен там быть великим танцором, кто нет, да, кто-то может что-то другое, но все равно очень сильно можно вдохновиться. Это вот одновременно, что ты показываешь, кто ты есть, как ты умеешь, но в то же время ты умеешь взаимодействовать с теми, кому это как бы надо донести и как бы найти общий этот язык и так вот на разных планетах, разных вселенных. Тогда теперь спроси, пожалуйста, там на своем уровне, какой все-таки у тебя уровень по нашим представлениям, к какому уровню ты можешь себя отнести по максимуму? Не знаю, они говорят, что по земному как бы измерению так трудно измерить, потому что сто процентов к одному конкретному как бы не относятся, но вот как-то в фоне идет, что уровень учителей галактических, межгалактических, галактических. Мы с тобой как-то вот это разбирали, я помню, вот учительская система, наша Солнечная система, там еще вот этот, как-то вот тот, который галактический уровень учителей, как бы показывает то, что ближе к земному понятию, как бы вот тот показывает. Но по большому счету все равно идет сквозь этого, проходит то, что вот, знаешь, такой как маятник, который вносит, вот прям совсем другие новые виды энергии, вот определенные какие-то вот такие разные, ну, места проживания или как-то называть вселенной, или вселенных они говорят, не вселенная, вселенных. Разных вселенных, ну, я знаю, что с другой вселенной, но как бы, да, что получается, что то, что ты приносишь совсем в другой вселенной, это, конечно, совсем что-то новое для этой вселенной, а вселенная это же такая огромная, там же галактики, все, и все проходит, получается, и как бы наношу повсюду эти очень такие совсем другие новые потоки энергии. Но это тоже то, что я уже как бы один раз говорила, что даже там, где я чувствую своих, ну, приближенных духовных, своих близких как бы душ, я все равно себя чувствую, ну, настолько как бы совсем какое-то, не знаю, отдаленное, другое, что может это и есть поэтому, что может из-за другой вселенной, может поэтому как бы, ну, вот как бы такое, да. Хорошо. А у тебя идет какой-то уровень конкретный, ну, может быть, слышишь или нет? Нет, мне просто показывали, что оно настолько растянуто, вот эти наши земные понятия, они вообще так искажены, особенно начиная с девятого и даже на десятый, переходя уровень по нашим понятиям земным, там вообще это настолько все неправильно, вот эти наши понятия. Вот. И там вот это даже десятый уровень, во-первых, они неравномерны, во-вторых, там как-то настолько все по-другому, что вот эта схема наша, уровней, вообще не подходит, вот просто не подходит. Правильный подход, подход сам неправильный. Есть такой, да. Ты уже вышла, да, поблагодари там их всех сверху, поблагодари всех, кто сопровождал тебя сегодня, поблагодари за понимание, откровение и попроси это, чтобы вся полученная тобой информация раскрывалась дальше в тебе, все то, что нужно, все, что полезно. И постепенно возвращайся сюда, уже полностью, чтобы у тебя не было потом такого размытого состояния. Я как-то возвращаясь, чувствую какой-то еще другой поток, как бы идет через меня в данный момент, я как бы вземляюсь, прихожу обратно, но со мной обратно пришел поток, очень сильно выявленные женские энергии такие, ну очень сильные, ну прям такой, как столб идет сквозь меня. Я теперь просто пытаюсь уловить, как бы на Матерь Мира совсем не похоже, что-то совсем другое. Не, это другое, да. Ну я просто думаю, откуда это, это этих всех уровней или совсем, потому что чувствую, ну прям, я вот прилетела обратно, да, и со мной вместе вошла, как бы очень такая прям, я даже не знаю, с чем сравнить, такая женская энергия прям, такая большая, сильная. Ну такая, знаешь, ну тоже, ну если сказать боевая, неправильно будет как-то, нет, не такая, просто сила очень огромная такая, но чувствуется как-то тоже не очень земная такая, другая какая-то. Сейчас надо чуть-чуть уловить, сейчас секунду. Ой, господи, ну что теперь происходит? У меня всегда, знаешь, как у всех этих многих сессиях всегда самое необычное происходит в последнюю минуту, и тогда надо там еще полчаса, чтобы это распаковать, но я сейчас быстренько просто хочу понять, потому что я как бы присоединилась, да, и вот эта энергия, она как бы выходит из меня на четыре стороны, и как бы так, ну как бы много, много, ну как показывается, как много, ну например, если это были бы такие, как женщины, которые исходят одна из другой, такие чик-чик-чик постепенно, такая гармошечка такая, чик-чик-чик, все стороны расходятся, да, и, ну могу сказать, что для моей души этот приход энергии неожиданный, не можно сказать, что я прям чувствую, что я как бы ожидала, планировала это, и они пришли что-то делать через меня, я как бы чувствую, что я как бы даже еще не особо готова воспринимать как бы вот это взаимодействие, ну через меня это такое огромное силы, сейчас, просто если я там стою, как бы со своим светлым, световым телом, я очень удивлена, я прям так смотрю, удивляюсь, думаю, да, уже пришли, как бы еще не ждали, вот не то, что не ждали, не ожидали, показывает такой цветок большой, который так раскрывается, и чем больше она расходит, эта энергия, она становится более спокойная, такая, пришла таким, ну как пакетом таким, да, прям такой стол, ты вы, и теперь, чем они больше, дольше расходятся, все стороны, тем она как бы становится мягче, ну так, фух, чуть-чуть отпускает такое, да, и настолько она подвижна, эта энергия сама по себе, настолько насыщенная, да, что я пытаюсь уловить, что они говорят, мы будем, и даже не успеешь слышать, что не будем, и уже дальше, прошла, 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 но будет однозначно, через меня будет это все как-то работать, но мне даже чуть немножко страшновато, потому что я как бы такая стоюная, так спокойненько еще как бы планировала, так чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаться, да, они прям такие, фух, фух, это как ракеты разлетелись, хотя эта энергия по земле, она уже все знает, все свои места находит, куда там будет, что такая энергия размещаться, перемещаться, вот фейерверк в обратную сторону, возможно, да, возможно, ну, по крайней мере, очень женская, ну, прям чисто женская линия такая, да, но это опять идет то, что будет, будет вноситься эти вот женские энергии, ну, совсем другого порядка, ну, вообще на земле совсем что-то новое, ну, по-другому как-то другие, совсем вот иные виды энергии такие, они, в принципе, ну, распаковываются, они как коды, больше как бы идет, как световые коды, ну, такие, стойка других всяких миров, такие какие-то, они даже, если так смотреться, эту распаковку, они даже идет, как очень много разных таких опытов, женских, всех возможных, всех уровнях, всех галактик там, всех вселенных, ну, так очень много, очень много, они как были собраны в одно, и они должны как бы здесь довольно много распаковаться, здесь, наверное, скорее всего из-за того, что идет, ну, возрождение вот этой женской, как бы новой, через матерь мира этого все времени, эпохи, они говорят, будем по чуть-чуть, но все равно по-другому, совсем по-другому, не то, что все привыкли видеть, слышать, то, что все ожидают, по-другому, будет все совсем по-другому, и видно из этой энергии, что вот это именно то, вот что надо, вот они как бы даже примеры особо не показывают, они просто показывают, что вот, ну, было привычно, вот там все времена, там такие, не знаю, что там, Гиперборея, Атлантида, всякая Лемурья, да, и как бы было все, как бы вот по одной схеме, Вот свет входит, что такие вот световые существа, такие световые способности, такие и такие. Но как бы по большому счёту уровни разные, но всё равно схема в принципе одна и та же самая. А вот здесь как бы показывает с обратной стороны, что будет вот так вот совсем по-другому. Вывернули наоборот, например, всё то, что было. Вот не так, как наоборот будет. Вот по-другому это тоже будет то, что именно надо. Ну как бы очень обширный такой духовный, такой богатый спектр, такой всё то, что именно надо. Но здесь надо, чтобы что-то изменилось, надо совсем по-другому. Вот так, что вот совсем по-другому. Даже не похоже на то, что как привычно, вот совсем что-то другое. Ну там, по крайней мере, я чувствую, останется этот поток, что-то вот новое, потому что я, наверное, туда поднялась. Они присоединились. Мне кажется, что они должны были позже прийти. Мне кажется, что как минимум несколько лет позже, да. Но вот вошёл всё-таки этот контент во меня, да. Ой, я уже чувствую, что сегодня будет весь день такая плывучка. Ну я, по крайней мере, очень рада за это, потому что это реально что-то такое интересное. Я как бы, знаешь, вот там восьмом чутьём знаю, распознаю, да. Вот напрямую, как человек, вот смотрю теперь, вижу их, да, и думаю, что теперь будет, как это будет. Ну как бы через меня, знаешь, потому что же приходят эти импульсы, да, и я должна как-то действовать, да. И скорее всего, ну это как-то будет по чуть-чуть так проявляться, потому что, ну, человеческим умом это прям не сразу, это всё не переработать, не понять, да. И, по крайней мере, очень хорошо, что будет, будет много, будет хорошо, будет то, что надо, будет всё переворачивать, поднимать. И как бы совсем с другой стороны всё будет делаться, и скорее всего, это будет что-то то, что Земле надо, что совсем по-другому. И все, они говорят, что все световые будут помогать, но здесь их, эту энергию здесь по близости на Земле, из ближних уровнях никто не курирует. Никто, никто как бы не подходит, не говорит, что будет это курировать откуда-то другого места. Возможно, даже 12 уровень, не знаю, очень совсем, где-то там, где-то там, 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 а может вообще из чего-то другого. Курируется вообще, другая курация идёт там какая-то, здесь поблизости никто. Моя основная работа, то, что я как бы делаю, должна делать, она под стабильной курацией девятого уровня. Вот недавно то, что вышли на контакт, девятый уровень, как бы, да, на осознанный такой конкретный, по чуть-чуть будет всё больше и больше. Их там курирует этот одиннадцатый, там посередине ещё всё такое. Ну, это по земным нашим, да, я тоже очень сильно в этой сессии почувствовала, насколько у нас, так как ты говорила, да, ну, тут совсем неправильное у нас понятие всех этих уровней, да, как-то тут, ну, просто ум человеческий хочет всё так прям прекрасненько разложить по полочкам, да. Ну, да, основная, вот то, что основное, я должна как бы вот так, ну, просто по-человечески вот принести, сделать. Это всё идёт из девятого уровня, девятый уровень, это сильно будет работать и участвовать. Вот эти изменения световых конструкций, вот эти то, что инженеры световых конструкций, да, и им похожие, это то, что под курацией архитекторов, насколько мы там выяснили, да. Ну, я, конечно, тоже могу ошибаться, да, ну, примерно, да, это то, что как бы... А вот это женское, то, что вошло, это вообще другое, это вообще-вообще-вообще другое. Ну, что-то вообще, ну, будет интересно, будем смотреть, друзья. Да, хорошо, пусть эта энергия тогда расходится. Я ещё раз всех-всех-всех сильно благодарю, всем уровнем, вся огромная благодарность. Благодарю, Танечка. Всех-всех благодарю. Да, спасибо. Хорошо. Лиана, там не видно было, не просматривалось, сколько таких вот, как ты здесь на Земле. Потому что тот раз ты меня спрашивала, что-то я там отвечала, не помню, а вот как ты это воспринимала, видела? Прошлый раз, прошлый раз было, помнишь, что я тебе говорила, мы там, ты говоришь, 6-7. 6-7 таких людей, как я на планете, с таким опытом, ну, с таким обширным опытом разных вселенных, галактиках. Там ещё было, что пару готовится, один типа как бы готовый, один совсем не готовый. Но получилось, что вместе со мной мы семьи. Да, и помнишь, я ещё говорила, у меня было такое видение, что я давно уже видела, что я стою кругу людей над Сибирьем. Как бы, что мы всем в руках, все такие, там, что-то новое такое, как создаётся, да. И то подтверждали, да, что там чистое место Земли, что-то там. Да, но там я данный момент не просматривала, потому что мне настолько сильно показывали эту мою, вот эту женскую, которая курирует эту группу световых душ. Мы можем как-то другой раз посмотреть. Да, но скорее всего, да. Они говорили, если надо будет тогда идти, всем мы сможем встретиться как-то в ближайшем будущем. И так, мы, скорее всего, разбросаны по всей Земле на разных континентах. Да, да, да. Да, да, ну помню, да, да, они говорили, да, что мы где-то шесть или семь у нас с таким опытом на планете Земля. Да. Да, здорово, слушай, классно. Про тебя, что я ещё хотела же узнать, дело в том, что вот смотри, если ты уже на восьмом уровне, уже под тобой есть твои души. Те, которые, да, это же уровень сверхдуши, а сверхдуша имеет своих уже этих вот уровень монады, девятый уровень, он имеет несколько сверхдуш, и ещё души, это как минимум 144, но это опять же всё это по представлениям, это может быть примерно. Вот, и здесь вот это вот тоже вот интересно было бы, я вообще хотела тебя спросить, чтобы ты ещё, ну, посмотрела у себя, кто под тобой от тебя, потому что это есть. Ну, вот, то есть, когда вот душа развивается, да, и она одновременно, как вот эти росточки пускает, да, ещё, те отпускают свои росточки, ну, как бы вот такое, посмотреть, как это, возможно, что-то новое бы пришло, потому что это общепринятая схема, возможно бы что-то другое пришло. Ну, будем ещё исследовать других разок, жалко только, что так долго надо ждать. Если ты будешь переспросматривать, я часто там с закрытыми глазами, меня уносили эти энергии, меня вообще вылетало, да. И что ещё хотела сказать, что вообще такие сеансы, они не проходят просто так, видишь, ты сразу почувствовал, что да, я пришла с энергиями, да, это пошло всё действовать ещё дополнительно. Вот, такие сеансы, часто после таких сеансов начинают либо новые способности проявляться, либо вот новые свойства, вообще это как следующий уровень некоторый для тебя. Вот, и я уверена, что со мной тоже что-то происходило, но тут так, как я была сконцентрирована на тебе, то я не улавливала, но меня иногда прям вообще, прям, я как будто бы вырубалась. Я всё слышала, всё понимала, да, могла даже ответить, но меня вообще, вот знаешь, так это конкретно я где-то там обитала, вот, поэтому меня просто размазывала сознанием. Вот, поэтому я говорю, это для обоих полезно, для обоих это... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!